Что-то почувствовал, когда вновь её встретил. Я точно помню, что мне было страшно, когда я услышал её голос. Что ж, это многое объясняет. А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Всем привет! Вы на канале Ювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить крах. Погнали! Проводник ушёл, оставив нас с Юлей вдвоём. Зачем ты это делаешь? Потому что я виновата в том, в кого ты превращаешься. Но ещё есть шанс тебя спасти. Послушай меня, Семён. Проводник не будет церемониться, но мне удалось его уговорить дать тебе шанс. Пожалуйста, ради себя же, соглашайся. И чего вы от меня хотите? Во время нашей последней встречи я ударила тебя ножом, так? Всё верно. И это событие не так уж и просто забыть. Хочу сказать, что твоей жизни сейчас ничего не угрожает. Благодаря проводнику. В тот момент, когда ты потерял сознание, мы привели тебя сюда. Это как? Я ясно помню, что выбрался из тоннелей и меня тут же оглушили. Все последние события, которые ты видел, всё это было сном. Всё это время ты был тут. Честно говоря, с нашей встречи прошло всего-то три часа. Но события в твоём сне это тоже не случайность. Мы вместе с проводником создали для тебя этот сон. То есть, Лена в тоннелях, лагерь с монстрами, в ваших рук дело? Грубо говоря, да. Ты точно мне не лжёшь? После того, что я тебе сделал, какая тебе выгода мне помогать? На то есть свои причины, ты всё равно не поймёшь. Конечно, кто б сомневался. Ты готов? Я? Да нихера я не готов! Устроили тут чёрт знает что! Что тут вообще происходит? Я же тебе только что всё объяснила. Даже я не совсем чё-то понял. Чё ты там мне объясняла их? Херню несёшь какую-то! А сон этот ваш, да какой умник, придумал сценарий! И будто попал обратно в тот ужас совёнка с толпой зомби-ульян и Лены с тесаком. Скажу, что тоже сон, да? Нет, тут другая ситуация. Там у тебя... Да херня всё это! Ты можешь успокоиться и выслушать меня? Сидишь тут и орёшь, как истеричка какая-то. Чё? Ничего. Почему ты просто не можешь понять? Всё же для твоего блага. Да потому что не верю я, что это всё просто так вы делаете. Но это правда. Пожалуйста, Семён, просто послушай. Ты уже всё сделал, и нам осталось только проверить. Сейчас мы с проводником посмотрим, как ты прошёл наш сон и сделаем выводы. Да делайте, чё хотите. И да, ты говорил, что за тобой гонялась Лена с тесаком по тоннелям? Ну да. И монстры в лагере ты тоже упомянул. Всё это странно. Почему? Дело в том, что мы тебе не создавали монстров в лагере. А в тоннелях была обычная Лена, которая должна была сыграть роль сопровождающего. Всё правильно. Вдруг вмешался в разговор проводник. Его восприятие настолько испорчено, что он видит монстров в обычных людях. Поэтому я и не вижу смысла в том, чтобы спасать его. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, стой! Я не какой-то там шизик, ты слышь? Та же Лена с Тисаком, она всегда нападала на меня первая Давай я тебе покажу Он поднёс руки к моей голове, после чего я провалился в темноту Смотри, это твоя первая встреча с Леной в тоннелях Что ты видишь? Я точно помню, что Лена выглядела тогда иначе Тут она в своём привычном облике Верно Однако, тогда Лена выглядела так, как выглядит сейчас Всё-таки мы сейчас в твоих воспоминаниях Бред какой-то Если мы в моих воспоминаниях, то картина должна быть другой Например, такой? Да! Вот это Лена преследовала меня в тоннелях Семён, на самом деле такой Лены не было Всё это твоё воображение Позволь объяснить Твоё восприятие сильно искажено, поэтому ты видишь и слышишь те вещи, которых на самом деле нет Как, например, Лена в тоннелях На самом деле, она пришла к тебе на помощь, но ты всячески избегал её Но всё-таки ты способен видеть мир таким, какой он есть, потому что у тебя ещё осталось благоразумие Однако, на фоне твоей тёмной души это благоразумие практически не проявляется Но Юля думает, что этого тебе хватит, чтобы спастись И что мне делать? Ты уже всё сделал Сейчас я буду смотреть все твои действия и на их основе решу, достоин ты или нет Он снова прикоснулся к моей голове и я провалился во тьму Где я? Моу, в твоих воспоминаниях Думаю, тебе будет интересно взглянуть на всё это с другой, правильной стороны Как ты это делаешь? Молча Блин, охуенно объяснил Семён, ты тут? Каким-то образом я мог видеть отрывки своей памяти вместе с проводником А, что? Кто тут? Чертовщина какая-то готова клясться, что слышал чей-то голос Мне это конкретно начинает не нравиться Надо найти безопасное место, а то чё, в тоннелях находиться себе дороже Семён, я здесь, не уходи Ты кто такая? Ты чё ты делаешь? Ты меня не узнал, Семён? Лена? Да, верно, я тут за тобой пришла, чтобы... За мной? Зачем? Не надо за мной приходить О чём ты, Семён? Я хочу помочь тебе Ничего я не обещал, отстань от меня, уходи Но, стой, погоди, я же... Помочь тебе... Мда... Странно это всё Моё восприятие и вправду очень сильно искажено Но тогда я даже не подозревал об этом Теперь ты понимаешь всю суть Надейся, чтобы это было исправимо И всё же, почему со мной это происходит? Твоя психика трещит по швам Отсюда и галлюцинации Здесь я второй раз встретил Лену Что-то почувствовал, когда вновь её встретил Я точно помню, что мне было страшно, когда я услышал её голос Что ж, это многое объясняет Семён, наконец-то я тебя нашла Ты куда убежал? Опять ты? Как-то сзади оказалось, там же тупик Какой тупик? Нет там тупика? Чё-чё-чё ты хочешь сделать со мной? Семён, я же говорила, я тут, чтобы помочь тебе Да не, а что ты? Если немножко только Что немножко? Помочь немножко? Семён, что с тобой происходит? То убегаешь от меня, то странные вещи говоришь Ты не заболел? Лен, я не хотел Успокойся, пожалуйста Семён, успокойся, всё хорошо Лен, давай поговорим Может, ты уберёшь тесак, а то мне неулётно как-то Какой тесак? Ты о чём? Лен, прости меня За что? Ты должна понимать, что я тогда был сам не свой Ты знаешь, сколько я прожил смен в этом лагере Семён, пожалуйста, позволь помочь тебе Я же вижу, что тебе плохо Да после этого случая я уже не хотел иметь с тобой отношений Ты всё время искала повод для ревности А уж если я просто скажу привет Алисе Ты меня закатывала такую сцену ревности Что я как будто на твоих глазах переспал со всем лагерем Я всегда пытался относиться к тебе с уважением Но ты ничего не хотела принимать По сравнению с тобой Алиса просто невинный ангел Да ты вообще что ли с головой не дружишь? Какие отношения? Да и при чём тут Алиса? Семён, что ты вообще несёшь? Давай, прекращай уже и пошли Да, Лена Что, да? Лен, ты не могла бы повторить? Тебя просто плохо... Пошли, я сказала Что ты делаешь? Это всё выглядит нереально Бывали случаи и ещё хуже Ты же не думаешь, что ты один такой особенный? Некоторые не могут вынести того факта Что проживают одну и ту же неделю раз за разом Отсюда и рождается сначала страх Страх того, что ты не можешь найти выход Потом гнева, за ним ненависть Хотя ты это и так прекрасно знаешь Смотрим дальше Так, это я в медпункте с Ульяной Но здесь было что-то другое Вначале мне показалось, что я разговариваю с нормальной Ульяной Хотя утверждать не могу Так как глаза мои были закрыты Значит, здесь будет твоё представление А именно, как в этот момент Ты себе представлял Ульяна до того, как открыл глаза Ну, кто там ещё? Дайте отдохнуть нормально уже Прости, пожалуйста Я не хотела тебя тревожить Однако потревожила Чего тебе надо, Ульяна? А откуда ты знаешь, как меня зовут? Я спрошу ещё раз Чего тебе? Если ты сюда пришла мне на нервы действовать То у тебя неплохо получается Прости Я просто хотел узнать, как ты себя чувствуешь Но с Леной сильно напугал ты Я не виноват, что вы такие впечатлительные А что насчёт Лены? Тут я бы поспорил, кто кого напугал Хочешь знать, как я себя чувствую? Хреново Узнала? Свободно Почему ты такой злой? У меня был неудачный день А ещё одна надоедливая малолетка Мешает мне спать Может, тебе что-нибудь нужно? Я могу принести, если хочешь Я тебе ещё раз говорю Оставь меня в покое Чё ты такая тупая-то? Всё, валя отсюда Дай мне уже отдохнуть Да ты совсем отбитый, я смотрю Чё, в смысле? В коромысли Славью избил Весь лагерь на уши поставил И лежишь, тут всех посылаешь Это почему ещё? А что, мне так что ли? О чём-то вообще? Не Ты совсем тугой Я тебе только что всё объяснила Слушай, мелкая Ты по лезвию уходишь Уходи пока цела Мой тебе совет Только попробуй тронуть меня Я закричу Да о чём ты вообще? Совсем больной Да ты весь сгоришь Ты когда последний раз температуру измерял? Тебе надо срочно её сбить Подожди, я сейчас мокрую тряпку принесу А ты лежи и не вставай Ульяна? Всё, я тут Сейчас на голову положу Отойди от меня Да чтоб тебя Да лежи ты спокойно Сам же себя хуже делаешь Эй, зачем он тебе? Да что же ты Лежи спокойно Я сказала Кто-нибудь Помогите Да не ори Я уже почти закончила Вот Ещё немного осталось И не такие боли терпел Давай Вставай Тряпка А что? Ай, зачем ты меня толкнул? Эй Ты куда собрался? Если ты ещё не понял То твои галлюцинации Происходят в тот момент Когда ты испытываешь Страх, гнев Или ненависть В данном случае Тебя разозлила Настойчивость Ульяны Кажется Я начинаю понимать Но ведь До встречи с Юлию У меня не было Такой проблемы Почему именно сейчас? Твой недок Мог появиться Как раньше Так и позже Я не могу тебе сказать Почему он появился Только сейчас Однако Я точно знаю Что он у тебя есть Давай дальше Эй Ненормальный Далеко собрался? Алиса Не подходи Ко мне Ага Не дождёшься Ты что Сословись То что ты Сословись Сделал Сейчас будет И с тобой Алиса Пожалуйста Не надо Видишь Он не в себя Вдруг и тебя Побьёт Не подходите Убирайтесь А ну куда Собрался Стоять Чёрт Тут Аналогичная Ситуация С Леной В тоннелях Думаю Ты сам Это понял Да весьма Музыкальный клуб Скажи мне Как мне От этого Избавиться От чего Именно От твоей Мании Убивать Или От твоих Глюков От всего Сложно Сказать Да что Тут Твориться Вообще Ой Кто Тут Ты кто Новенький Который Словию Сбил Что ты Тут делаешь Ты пришёл Меня побить Я предупреждаю Я себя В обеты Не дам Так и Знай Да вы Чё Издеваетесь А ну Вышёл вон Я Я буду Защищаться Научи себя Лучше Меньше Болтать Что Ну давай Нападай Девочка Даун Да что Ты себе Позволяешь Да я Да я Ебонька И это Всё Я думал Будет Сложнее Мику Может Расскажешь Что тут Происходит А о чём Ты И как Это понимать Я Я тебя Не понимаю Давай Без Грубостей Как мне Отсюда Выбраться Молчишь Нет Пожалуйста Хватит Меня бить Я не понимаю Что ты От меня Хочешь Пожалуйста Перестань Ладно Тогда ещё Вопрос Где Юля Какая Юля Я не знаю Никакую Юлю Ясно Пожалуйста Отпусти Меня Я Я никому Не скажу Пожалуйста Тогда Ты мне Не оставляешь Выбора Что ты Не хочу Рисковать И оставлять Для себя Потенциальную Опасность Надо Что-то Делать С этим Монстром Ничего Личного Мику Но Оставив Тебя В живых Есть Риск Что ты От меня Не Отстанешь Да Зачем Я Оправдываюсь Как будто Мне Нужны Причины Для Убийства Вообще Ебабо Ну Всё Думаю С неё Хватит Ну А чё Я должен Был Делать В Моей Версии Она Вообще Обещала Убить Меня Убила Я Когда Она Была Без Сознания Более Этого Она Умоляла Тебя Отпустить Хотя Ты Этого И Не Слышал Похоже Тебе И правда Не Нужен Повод Для Убийства В твоих Воспоминаниях Я Вижу Сотни Тысяч Сцен Бессмысленных Убийств Этого Этого Ты Захочешь Убить Ты Непременно Сделаешь Это Последнее Воспоминание После Него Мы Вернемся Обратно И Будем Решать Знаешь Я тут Подумал Может Эти Клюки Это Твоих Рук Дело Видения Были Только Во сне Но В прошлом Я их Не Наблюдал Так Почему Я Должен Тебе Верить Можешь И Не Верить Мне Все Равно Пожалуй Я буду Придерживаться Своего Мнения Семен Стой Ой Лен Это Ты Как Ты Меня Нашла Я Я Долго Тебя И И Хотела Извиниться Что Сорвалась На Тебя Прости Меня Нет Что Ты Леночка Я Просто Прогуляться Решал А то В тоннелях Скучно Сама Понимаешь Да Я Понимаю Может Пойдем Назад Ну Что Ты Такое Говоришь Как Ты Могла Такое Подумать А Что Тут Такого Ну Ты Ж Должна Понимать Всем Нам Надо Немного Побыть Наедине С С С С Наверное Да Лена Мне Не Стоило Говорить Тебе Тогда Просто Я Вышел Из С С С Может Попробуем Поговорить Еще Раз Да Это Ты Меня Извини Я Мне Не Стоило Кричать На Тебя Семен Зачем Ты Ко Мне Идешь С Ломом Семен Остановись Прошу Нет Не Подходи У Меня Нож Лена Лена В попытке Защититься Кинула Семена Свой Факел А потом В попытке Отбиться От удара Сломала Ему Фонарь После Того Как Фонарь Разбился Семен Был Вынужден Находиться В темноте Где ты Выходи Ты Меня Пугаешь Я Я буду Использовать Свой Нож Хватит Уже Выходи Или Боишься Я Вынуждена Обороняться Ай Стоп Тебя Ты Сам Виноват Ты Его Надел Меня Семен Решил Достать Сигнальный Пистолет И Использовать Его Но Использует Он Его Уже В следующий Раз А Сегодня На этом Все Так Что Всем И Всем Пока